Завтра ко мне приедет в гости директора ботанического сада. Он у нас начал только работать недавно. Был фестиваль, может даже видели мои фильмы, я их выставил на ютубе. Я там директору вручал в горшке выращенную шелковицу, чудо-шелковицу. Одну из детей вот этого дерева, вот это вот, которое я жаловался, что сильно высоким стало. Попробуй собери теперь ее. Вот, посмотрим. Предложил его сотрудничество. У них конечно патанический сад, это должно быть нечто. Это должно быть все диковины со всего мира. А какие они эти диковины? Прежде всего догадайтесь. Да вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. Кто может похвастаться, например, вот этой грушей? Вот, вот эта груша среднерусская. Она должна быть в каждом саду. Но один из ученых, который занимается этой грушей в этом Барнауле, не признал ее. Сказал, что он такой не слышал. Вот эти груши. Но она скромная. Вот она, посмотрите. Вот она, видите? Надеюсь, видно. Вот. Груша нарядная Ефимова. Я ее отдал на расчерзание гостям. Они взяли длинные палки, привязали бутылку пластмассовую и аккуратно собрали отсюда ведер пять. А остальное уже до этого и после этого сгнило. Вот я уже отсюда несколько ведер собрал на семена. Хотя, знаешь, столько не продам. Вот. Ну, и все. Посмотрим. Ну, я показывал. Может быть, вам надоело. Вот это вот рекордное дерево. Это же груша та же самая. Вот она, видите? Вот на самом наверху, под самым небом. Видите, где у нее плоды даже? Вон, под самым небом. Она почти такого роста, что и тот, кто ее опекает, это манжурский орех. Вот. Давайте посмотрим, что уже упало. Ну, упало-то иначе пропало. Вот он, сварок. Посмотрим, в этом году урожай был маленький. Должно сказаться на качестве плода в хорошем смысле. Ну-ка я пробую. Вот оно так выглядит. Да, сахаристость повышенная. Когда большой урожай, ну, сахару по вкусу совсем мало. Вот. Что мы еще видим? Ну, уже попадаются манжурские орехи. Вот они. Прилично. Вчера мой ребенок собрал два с половиной ведра. Снова поднападала, видите. Ну, и вот остатки было роскоши. Он вчера еще ведро собрал в груш, какие похуже переспелые на семечки. А его друг, который с ним приехал, вот, набрал отборных груш вот этих. Ну, и наконец манжурский орех. Не знаю, кожура уже годится или нет. Может, уже поздно. Очень лечебная кожура. Вот. Сейчас она уже... Нет, наверное, уже поздно. Осталось теперь... Я еще недельку-две жду. Видите? Потом вышелышу, подсушу и вам продам. Схоже по 100%. Вот. Все-таки, мне кажется, недобрая слава, которую она получила. Это так. Один трекнул и сделал неправильные выводы, что она влияет на урожайность. У меня влияет. Вот она. Наклонилась над грушами двумя. Вот. Средний урожай 30-40 ведр дерева у груш. Сейчас я покажу, чтобы вы обратили внимание, как расположен манжурский орех, который наклонился в их сторону и почему рекордным урожаем он не помешал. Видите, да? Вот. это манжурский орех, а это груша. Она где-то метра на метр на два, чуть ниже. Но тоже огромная высота, больше 10 метров. А что еще посмотреть? И так, предлагаю всем вот эти орехи манжурские. Еще нападало где-то ведро два, видите? Еще ведро два. И, наверное, тут больше я ничего не вижу. Ну, если только показать. Представьте, с какой густотой здесь лежали несобранные косточки манжурского абрикоса. Но тут они выкашивались, тут их тысячи скошено, потому что надоели и некуда девать. Видите? А там, где коса не используется, пристольный круг. Посмотрите, с какой густотой они взошли сами, сами, никто не садил. Вот этот момент, ну, извините, еще раз повторился, но не знаю, что все смотрят, все тысячи увидели этот фильм. Конечно, нет. Мои фильмы смотрят не тысячи, кто вы? Сотни? Вот. Ну, получается, уже долго говорю, наверное, этот фильм разобью на два. Ну, тогда еще немножко пройдемся. Шелковицы возле нее мы стояли, я сказал, что я впервые наелся, но когда повесил вот это вот колесо, которое крутится, вот, и вроде бы, наверное, из-за него в этом году мне удалось поесть шелковицы. Птицы, птицам как-то это удобней. Вот. тогда давайте так, показать вам жёсткие ушиевскую грушу. Много тут осталось, нет. Она уже давно упала и собрана. Сейчас хоть бы одну просто является основой моей грушевых удач. это всё собрали. Вот правильно делают, ничего не оставили мышам. Так. Так, 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 так. Когда тут оставалось немножко, я говорил гостям, собирайте. Вот будут свои подвои собирали, но я сомневаюсь, что они высадят. Как-то неохотно я их силой заставлял. Ну как, силой слова. Жалко, ни одной не осталось. А может и правда высадят от жадности. Вот. Так. Жимолость. Вот. Что ещё вам показать-то? Вот. Это значит... А, вышли шокович искать. Вот она. Тут два таких, две такие грядки. Вот одна. А, кстати, вон, крыжовник, но, по-моему, уже Юля-племянница продала его. А эта ещё штук 15 не продала. Шикарнейшая, шикарнейшая саженца. Укоренённая в прошлом году в июле. Вот. И вот. Вот. И вот это. Видите, как сказать, что хорошо себя чувствует живолость? Не могу. А вот именно это место, это почва. то есть то есть... То есть... То есть... То есть... Продолжение следует...